Добрый вечер. Камран, приветствую тебя. Здравствуйте, Лев. Я вас слушаю, Лев. Как поживаешь? Спасибо, Лев. Я вас слушаю. Хотел тебе выразить своё признание. Давайте. За что? За в целом твою деликатность. За твою культуру, несмотря на то, что тебя братья-армяне оскорбляют. Пытаются в эфире быть невежливыми, невоспитанными, но ты не уподобляешься и, в принципе, не опускаешься на тот уровень. Тех малограмотных наших сограждан, моих братьев в том числе. Мне очень жаль, что не находятся армянины, которые могут на твоём уровне выйти. И, скажем так, достойно апеллировать, аргументировать всё, что они говорят. Просто выскочки выбегают, кричат, ругаются, непонятно, что говорят, непонятно, что хотят доказать. Ну, я надеюсь, что среди нас найдётся какой-то достойный парень, рано или поздно, который будет такой же культурный, воспитанный, начитанный и сумеет как-то оперировать тебе, по крайней мере, на твоём уровне. Спасибо большое. Спасибо, Леонид Иванович. А так, хотел сказать, что так или иначе нам нужно мириться. В любом случае, вы понимаете, мы никуда не денемся, ни мы от вас, ни вы от нас. Это, понимаешь, не квартира. Сказать, продам, перееду другую квартиру, не буду жить с плохим соседом. Это участок земли, кусочек маленький наш, кусочек ваш. И как мы раньше жили мирно, так и мы должны в будущем мирно жить. Я считаю, что кто-то этому должен рано или поздно положить конец. Невозможно всю жизнь воевать, невозможно всю жизнь грязь лить на друг друга. Рано или поздно это должно прекратиться, я так считаю. Мы никуда не денемся, вы никуда не денетесь. Ещё раз повторю, это же не квартира, да, сказать, всё продал, не хочу жить с этим соседом рядом, пойду буду жить в другом месте. Мы будем вечно рядом жить, и я думаю, что нужен мир в любом случае. Даже любая война, если мы к этому вернёмся, то она заканчивается всё равно за столом переговоров, так или иначе. Ну, лучше сесть за стол переговоров без войны, без потерь и посмотреть на это будущее. Мы не можем же сто лет вместе воевать, это невозможно, это должно прекратиться. И чем раньше, тем лучше. Я тебе желаю здоровья, удачи, семье твоей, детям твоим. Очень приятно было бы с тобой пообщаться. Спасибо. Побольше бы таких замечательных, знаешь, спикеров, как ты, с которыми хотелось бы выстраивать диалог. Ты видишь, я не собираюсь здесь выходить на какие-то вопросы, которые просто уже всех, знаешь, до мозолей заели. Я хотел просто поговорить, и ты дал именно тот уровень беседы, который я очень давно ждал. Спасибо тебе, береги себя, счастье, благополучие, и действительно, мир определённо лучше, чем война. Понимаете, когда человек умирает, да, когда он умирает, он уже больше не вернётся. Если вы верите в то, что человек переродится, зайдёт по пути из параллельной вселенной, этого не будет. Человек просто умирает. И уже когда ты в могиле, да, не имеет значения какой-то национальный, ты просто умер. Вот постарайтесь продлить свою жизнь по максимуму. Сделайте что-то для себя, для семьи, для родины, но поживите. Поживите. Больше такой у вас возможности не будет. Спасибо тебе, Лев, до свидания. Спасибо. Переживайте из-за живых, обязательно. Из-за живых, а не из-за мёртвых. Буду рад стать.